В Национальном центре управления обороны России сегодня прошла научно-практическая конференция. Тема – межведомственное взаимодействие для решения задач обеспечения безопасности страны. Открыл конференцию министр обороны Сергей Шойгу. Руководители регионов участвовали в формате онлайн. 160 министерств, ведомств, госкорпораций и организаций и высшие органы исполнительной власти всех субъектов страны сегодня включены в систему межведомственного взаимодействия, и отметил Михаил Мизинцев, начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации, в котором концентрируются все данные. Однако создан он не только для анализа информации по военно-политической обстановке в мире, но и для управления повседневной деятельностью воинских формирований. В один год мы установили практически почти 130 тысяч приборов учета во всех вооруженных силах. Мы каждый день знаем, сколько мы потребляем воды, электриняги и газа. Поэтому предъявить нам что-либо лишнее, в общем, достаточно сложно и проблематично. И подходит эта система не только для военных. Когда там идет даже подготовка к 1 сентября, ворохи бумаг со всех сторон, доклады надзорных органов по поводу сделанной ремонт и не сделанной ремонт, самобедназор проверяет, возможно, там обучать невозможно, что происходит в столовых и на кухнях. Органы внутренних дел проверяют, готовы ли по системам безопасности эти школы. Хотя все это может делаться, в общем, совершенно элементарно. Во всяком случае, у нас, в Министерстве обороны, во всех наших учебных заведениях стоят и веб-камеры, и мы знаем и понимаем, в каком состоянии, где что у нас происходит. То же самое может быть и должно быть в субъектах Российской Федерации, не только в части образования, в части здравоохранения, коммунального хозяйства. Глава Чувашии Михаил Игнатьев поручил проработать варианты создания подобного центра контроля в регионе.